Всем привет! Компания Vivo представила два новеньких флагманских смартфона Vivo V23 и V23e, которые, я уверена, понравятся пользователям. Во-первых, из-за начинки, во-вторых, из-за хороших камер и в-третьих, из-за классного дизайна, который и так запал мне в сердечко. С него и начнем. Вы только гляньте на этих симпатюлях. Когда я открыла коробку и впервые увидела телефон, я подумала, ой, ну красиво. Мне нравится, что эти две модели хоть и вышли в одной серии, но они явно отличаются по виду задней крышки, блоку камер, да и металлические рамки у них разные. Взгляните на заднюю панель V23 и этот солнечный цвет. Он называется Sunshine Gold. И в солнечные дни, в зависимости от угла падения лучей, мы видим красивые переливы этого желто-оранжевого цвета, который меняет оттенок и переходит в зеленый. Совершенно волшебный цвет сделали инженеры Vivo, но решили на этом не останавливаться. Задняя панель сделана из фотохромного стекла, под которым находятся тысячи кристаллов, что позволяет мне показать это. Приготовьтесь, сейчас будет фокус. Вот так легко вы можете менять дизайн своего смартфона. Этот эффект продлится 3 минуты, а затем телефон снова станет желто-золотым. К слову, крышка матовая, очень приятная на ощупь, рамки металлические, сделаны из специального авиационного алюминия. V23 еще представлен в черном цвете, но с ним тоже не все так просто. Помните, мы вам рассказывали про Vivo X70 Pro с оптикой Carl Zeiss и необычайно красивым бампером со сверкающими точками, напоминающими звездное небо? Так вот, Vivo X70 Pro на наш рынок не попадет и это было грустно. Но теперь появление V23 в цвете Stardust подарит нам возможность насладиться тем же эффектом звездной пыли на бампере. Что касательно младшей модели V23E, цвет смартфона называется Dancing Wave – танцующая волна. Мне лично этот принт напоминает принт жирафа. В любом случае, выглядит это интересно и красиво. Также V23E представлены и в черном цвете, но там черный глянец. Дизайн смартфонов классный, они очень тонкие, элегантные и привлекательные. А вам нравится? Пишите честно. В комплекте со смартфонами мы получаем силиконовый бампер, скрепочку, переходничок с Type-C на миниджек, наушники внутриканальные, зарядный блок на 44 Вт, ну и кабель для зарядки. На гранях V23 все привычно, справа качелька громкости и кнопка питания, снизу лоток для двух сим-карт, микрофон, разъем Type-C и динамик. К сожалению, он всего один, стерео нет. Левая грань чистая, а сверху микрофон. Обратите внимание на то, как расположены антенны и сколько их. Vivo так сделали для лучшего гейминга. Каждый геймер держит телефон по-своему, при этом иногда перекрывая антенны и теряя связь и интернет. Так вот, чтоб этого не происходило, антенны у Vivo расположены именно таким образом. Экран тоже радует. У обеих моделей это AMOLED с диагональным дисплеем 6,44 дюйма и разрешением Full HD+. Частота обновления 90 Гц. В настройках найдется и темная тема, и Always-On-Display с различными дизайнами на выбор. Экранный сканер отпечатка пальцев не самый шустрый, но срабатывает всегда стабильно. Конечно же есть разблокировка по лицу. V23 работает на процессоре MediaTek Dimensity 920, памяти 8,128 или 12,256 ГБ. Слота для карты памяти нету, но оперативную память можно еще расширить на 4 ГБ. У V23E Proc MediaTek G96, оперативной памяти 8, встроенной 128 ГБ и с расширением памяти та же история. Это возможно. Радует, что во время игр телефона не греются. У V23 аккумулятор на 4200 мАч, у младшенького чуть поменьше 4050, в комплекте идет быстрая зарядка на 44 Вт. На одном заряде полный день телефоны проживут. Работает V23 на фирменной оболочке Funtouch 12 на основе Android 12, младший на основе Android 11. За что нам нравится Funtouch? За то, что есть возможность кастомизировать почти все. Есть куча динамических эффектов для разных действий. Мы уже неоднократно это показывали и останавливаться на этом не будем. Есть ультраигровой режим. В разделе «Ярлыки и специальные возможности» можно настроить дополнительные жесты для скриншота, разделения экрана, сенсорного помощника и так далее. Поговорим о камерах V23. Тут они очень постарались выйти на новый уровень. Блок камер состоит из трех модулей. Основной на 64 Мп с ночным режимом, сверхширокоугольный на 8 и макро на 2. Очень интересная здесь фронтальная камера. Чем? Ну, во-первых, она на 50 Мп, во-вторых, добавили фронтальный широкоугольник на 105 градусов, чтобы вы могли захватить больше людей и пространства, когда делаете селфи. Последняя фишка – это адаптивная подсветка для селфи. Это два ярких светодиода, которые подсвечивают лицо во время того, как вы делаете селфи в темное время. И выглядит это так. Есть два варианта подсветки – аура и прожектор. Прожектор может светить как холодным, так и теплым цветом. Видео на фронтальную и основную камеру пишет в 4К HDR. Картинка отличная и четкая, стабилизация очень хорошая. А еще в VAS-серии добавили вот какую фишку – фокус на глазах. То есть, если вы снимаете себя на фронтальную камеру, что-то рассказываете, транслируете аудитории, то фронтальная камера всегда следит за вашими глазами и оставляет вас в центре кадра. Эту функцию можно отключить, если что. Еще блогерам и любителям поснимать сторис понравится двухоконный режим. Фронтальная и основная камера одновременно транслирует изображение на разделенный экран и есть возможность снимать интересные видеоблоги. Что касательно V23E, у него такие же хорошие камеры. Нет только подсветки фронтальной камеры, как у старшей модели. А так ночной режим, двухоконный режим, стабилизация – все в наличии. Мне нравится только, что есть небольшая задержка в приложении камеры при выборе разных режимов съемки. Не буду голословной, вот примеры фото и видео, которые мне удалось снять на эти смартфоны. Субтитры создавал DimaTorzok В конце хочу озвучить стоимость этих смартфонов. V23 на 12 256 гигов сейчас можно приобрести за 17 тысяч. V23E обойдется в 11 тысяч. Да, цена не маленькая, но, как мне кажется, вполне оправданно. Тут хороший экран, отличная производительность, классные камеры и я уже молчу про потрясающий дизайн и фишку с изменением цвета у старшей модели. С таким мне стыдно ходить и приятно пользоваться. Ну да, немного он напоминает iPhone своей угловатостью, но это такое. А не хватает смартфону стереозвука, влагозащиты корпуса и беспроводной зарядки нет, что для меня незначительно. Еще хочу добавить, аппарат явно не для гиков, но он яркий и молодежный, а для девушки на подарок так вообще отличный вариант. Не скучайте, пока!